В следующем году Россия отмечает знаменательное событие – 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И если для большинства россиян это праздник радости и скорби, то для некоторых повод обогатиться. Этот вид мошенничества не нов, но в этот раз затронута самая сокровенная тема ветеранов – память к их подвигам. В редакцию Тверского проспекта обратилась Римма Петровна Золотарева, председатель общественной организации «Дети войны». Одной из ее подопечных пришло письмо о некой компании «Императорский монетный двор». В нем указывалось, что каждый россиянин имеет право на получение бесплатной памятной медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А тем, кто получил данное письмо до получения, остался лишь один шаг – оформить заказ. Но если присмотреться к мелкому шрифту, то реальная стоимость такого подарка – порядка двух тысяч рублей. Пожилой человек, давно проживший в горной Тверине, переживший здесь и блокаду, и все такое прочее, что было в городе. Она коренная, коренная тверетянка. Ну, зачем это присылать, я не знаю. Мы решили узнать о медалях у первоисточника и позвонили в компанию «Императорский монетный двор» и представились родственниками бабушки, которая получила подобное письмо. Выяснилось, что компания занимается распространением двух видов медалей – обычной и позолоченной. При этом там отметили, что обычная медаль действительно бесплатна. Нужно лишь заплатить 299 рублей за доставку. А вот за позолоченную нужно отдать еще 1690 рублей. Если, например, я захочу сама ее у вас забрать, я могу без доставки приехать и забрать бесплатно? К сожалению, нет. По регламенту компании мы всем отправляем данную медаль на почтовый ящик. Это значит, что хотя бы 300 рублей на компания будет иметь за так называемую бесплатную медаль. Но нас интересовал еще один вопрос. Откуда сотрудники организации узнают, на какие адреса отправлять заказы, и почему в 90% случаев на удочку попадаются ветераны и граждане старшего поколения? Почему моей бабушке мне прислали письмо? Потому что... Ну, откуда вообще у вас ее адрес? То есть, видимо, у вашей бабушке у нас ранее заказывали какие-то медали, либо у наших партнеров компании. Мир книг, одежда. Ну, то есть какие-то вот такие вот каталоги, которые приходят на почту, да, вот, которые там можно что-то тоже заказать. И действительно, макулатуру пенсионерки на чье имя пришло письмо? Много. Каталоги одежды, брошюры с бесплатными подарками, призами на 2,5 миллиона рублей. Римма Золотарева, которая является куратором женщины, не скрывает, что ее подопечная действительно склонна к подобным покупкам. Приходят, в дверь звонят или присылают такой канал. Не надо купить, значит, это хорошая вещь. Ну, человек уже, так сказать, надо, не надо, а потом мы ее говорим. Мы ей говорим, зачем ты это сделал? Ну, так прислали. И правда, на такие разводы чаще всего попадается старшее поколение. Они видят в каталогах какие-то интересные безделушки, заказывают и сами отдают в руки таких мошенников свои адреса. После этого компании начинают атаковать беззащитных пенсионеров различными письмами и каталогами. В этих схемах нет ничего незаконного. Не нужно, не покупай. Но чтобы ваши бабушки и дедушки не попадались на удочку таких компаний, объясните им, что за подобные извещения не обязательно платить. Чаще всего именно разговор с близким человеком поможет пенсионерам понять, что не все, что приходит по почте, это важно и нужно.